Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук. В эфире программа «По существу». Государственный музей истории и религии единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Собрание музея насчитывает около 200 тысяч экспонатов. Музей является общероссийским научно-методическим центром Министерства культуры России. И сегодня у нас в гостях Екатерина Александровна Терюкова, заместитель директора по научной работе. Здравствуйте, Екатерина! Добрый день! Приехали вы к нам издалека, из Питера. Да, вот первый раз в Чебоксаре по такому замечательному поводу. Да, повод действительно замечательный. У нас открывается виртуальное представительство Музея истории религии. Вот расскажите, что это такое, что это из себя представляет? В нашем музее уже несколько лет действует программа Музея истории религии регионам России. И в рамках уже ставшего ежегодным Международного культурного форума Санкт-Петербургского, в декабре 2017 года с Национальным музеем Республики Чувашия, нами было подписано соглашение об открытии такого формата работы с вашей республикой, как виртуальное представительство. И очень приятно, что спустя год это соглашение реализуется, и мы с моей коллегой приехали для того, чтобы презентовать наше виртуальное представительство. Я знаю, что ваш музей год готовился к этому событию, была приобретена необходимая техника. Наше виртуальное представительство – это компьютерный, электронный контент, информационно-образовательный ресурс, который не представлен нигде в интернете, и поэтому к нему дистанционного такого доступа из любой точки страны нет. Мы это делаем специально, мы хотим, чтобы к нашим музеям-партнерам приходили реальные посетители. Пускай в наше виртуальное представительство, но приходили в реальный музей реальные посетители, живые люди, и только в пространстве этого музея имели доступ к этому ресурсу в сопровождении соответствующим экскурсоводов и музейных педагогов этого музея-партнера. И вот Чувашским музеем была приобретена необходимая техника, панель с сенсорной насадкой, планшеты, с которыми смогут заниматься дети в формате такого учебного класса, я бы назвала это именно так. И мы надеемся, что это позволит Национальному музею тоже постепенно привлекать к себе новых посетителей, потому что в нашем виртуальном представительстве, которое, конечно, прежде всего призвано представить дистанционному посетителю коллекции нашего музея, рассказать, вот вы заметили очень справедливо, что наш музей единственный в России. Я бы сказала, России повезло, что у него есть такой музей, потому что далеко не любая страна может этим похвастаться. При этом мы знаем, что религия – это универсальный феномен человеческой культуры, нет того общества, нет того государства, нет той страны, нет той эпохи в истории человечества, которая была бы безрелигиозной. И феномен этот, конечно, настолько сложен, настолько многообразен, что мы должны сказать, что и нет единого определения религии, которое было бы всем понятно. Поэтому, конечно, такому музею существовать, наверное, очень сложно. И действительно, мы музеем, может быть, не для каждого, потому что человек, который приходит к нам в музей, он должен быть готов к некому поиску, к поиску каких-то ответов на очень серьезные вопросы, которые волновали человечество на протяжении всей его истории. И наш музей в этом смысле уникальный, потому что он именно музей истории религии, как такого вот универсального феномена. Потому что, например, в Германии есть при одном из университетов музей истории религий. И это принципиальное различие. Они показывают конкретные религии. И их задача показать какие-то уникальные, отличительные черты этих религий. То есть какой-то сравнительный, да? А наш музей начинался как музей именно эволюции и типологии религии, как вот такого феномена, который имеет свою историю. И эта история должна изучаться, изучаться научными, естественно, методами. Сейчас мало кто знает о том, что нам уже 85 лет. И мы были основаны в непростом 32-м году. И все удивляются, что в то время, когда официально в стране была объявлена борьба с религией, в Ленинграде, в стенах на тот момент уже бывшего Казанского собора, был открыт музей истории религии, сокращенно МИР. Потом, 20 лет спустя, в 54-м году в нашем названии появилась дополнительная и атеизма. И, к сожалению, для очень многих жителей Ленинграда, Петербурга и шире страны, мы до сих пор являемся музеем истории религии атеизма. Вот эта и атеизма за нами закрепилась. Но на самом деле уже в 91-м году нам было возвращено наше первоначальное название. И большую часть, получается, нашей истории – мы музей именно истории религии. И, учитывая специфику современного момента, мы понимаем, что, будучи федеральным музеем, мы должны очень активно взаимодействовать с регионами. Но в силу определенных финансовых трудностей бывает сложно обмениваться друг с другом большими настоящими выставками, когда привозятся реальные артефакты. За этим стоят очень большие расходы на страхование музейных предметов, на их транспортировку. И гораздо более легкий формат – это взаимодействовать в таком компьютерном, виртуальном разрезе. И мы открываем в Чувашии уже наше 13-е представительство. Начинали мы с такого далекого от Петербурга региона, как Бурятия. Как мы сразу пошли в Бурятии. Да, все началось с Национального музея Республики Бурятия, который стал обрастать уже своими представительствами и стал как бы главным. То есть этот музей стал главным для Республики Бурятии. И там стал уже с нашего, естественно, благословения открывать сам дополнительное представительство в своих филиалах в регионах Бурятии. То есть он пользуется популярностью, люди действительно интересуются. Да, и самое главное, что это вызвало тогда необыкновенный интерес со стороны представителей религиозных организаций Бурятия. Там традиционной религией является буддизм. И вот буддийские ламы были настолько заинтересованы, что предложили нам даже этот контент развернуть на территории одного из крупнейших российских буддийских монастырей – Волгинского монастыря. И там тоже прямо в пространстве храма стоит сенсорный киоск. Тут вот где загружен наш контент, и где посетители этого уже датсана, не музея, тоже имеют возможность познакомиться с материалами. И постепенно как-то вот эта идея стала развиваться. И потом наше представительство открылось в Чечне в Национальном музее. Мы есть на Северо-Западе, в Сыктывкаре. Мы активно представлены в Поволжье, в Центральном районе России. И вот даже в Москве, в Академии управления МВД, в образовательном учреждении по инициативе администрации этой Академии, наш ресурс тоже был развернут уже как инструмент образовательного процесса. Потому что вот в названии у нас вынесено два слова – информационно-образовательный ресурс. С одной стороны, это некий инструмент дистанционно посетить наш музей и таким образом получить новую информацию. А с другой стороны, это инструмент для музея-партнера, для вуза-партнера организовывать новые просветительские, а может быть даже на более регулярной основе, образовательные программы. Ну то есть вот все-таки по опыту больше кто туда идет? Студенты, школьники, которые занимаются этим направлением? Или все-таки взрослые тоже активно? Вы знаете, что по опыту мы можем сказать одно, что это полностью зависит от того, какие приоритеты для себя выбирает музей-партнер. От того, кто курирует данную программу. Мы знаем, что личностный фактор везде всегда в конечном счете оказывается определяющим. И нам очень, например, приятен был опыт нашего партнера Краевического музея в Ульяновске, который открыл не просто наше представительство, а вокруг этого представительства создал еще и временную выставку. А в основу этой временной выставки было положено сотрудничество с местными религиозными организациями. То есть вот открытие нашего представительства послужило для этого музея поводом для того, чтобы вспомнить, что когда-то в коллекции музея оказались вещи религиозного назначения. Но потом с течением времени как-то вот эта часть коллекции чуть-чуть, может быть, провисла. И они обратились к современным действующим религиозным организациям с кличем предоставить какие-то артефакты, которые отражают современное состояние их жизни. И таким образом наше представительство существует в пространстве, которое имеет не только компьютерное измерение, но и эта динамично меняющаяся, развивающаяся экспозиция. То есть какая-то цепочка такая с венеброй появилась. Да, да, да. То есть открылось новое направление для работы, такой классической музейной в этом музее. Вот в декабре мы открывали свое представительство в Самаре, и там тоже коллеги нам сказали, что открытие нашего представительства стало поводом для того, чтобы за многие годы впервые пригласить в стены этого музея, Краеведческого музея, представители религиозных организаций. И представители религиозных организаций, посмотрев наш контент, в общем, выразили некоторое удовлетворение. В происходящем моменте мы сказали, что они открыты для диалога и будут рады и дальнейшим приглашениям, и развитию каких-то двухсторонних контактов между музейным сообществом и религиозным сообществом города, потому что мы понимаем, что в сегодняшний момент он очень быстро становится историей, и те люди, которые возглавляют региональные религиозные организации, они постепенно входят в эту историю, они творят историю родного края, и, конечно, это может быть интересным, перспективным направлением работы. Во всяком случае, мы в это верим. В собраниях музея около двухсот тысяч экспонатов уже, вот что можно будет увидеть виртуально? То есть это же всегда интересно, когда ты ходишь в живом музее, ты можешь задержаться, увидеть фактуру. Вот как в виртуальном все это организовано? В виртуальном, конечно, наверное, не так легко увидеть фактуру, но тоже некоторые дополнительные возможности открываются, можно увидеть то, чего ты не увидишь, например, придя к нам в музей. А именно, кроме, ну, традиционных, уже ставших традиционными панорамы постоянной экспозиции, в нашем виртуальном представительстве есть специальные разделы, которые представляют жемчужины нашей коллекции. И далеко не все эти жемчужины находятся в постоянной экспозиции, очень многие из них в фондах. Эти жемчужины можно рассмотреть с разных сторон, да, за счет определенных технологий компьютерных, то, чего нельзя сделать в живой экспозиции. Наконец, у нас в каждом разделе нашего представительства, а представительство построено по религиозно-конфессиональному принципу, можно увидеть то, что мы называем документальными материалами. Это самая хрупкая часть любого музейного собрания. Это фотодокументы, это архивные документы, это рукописные документы. Это то, что если выходит на выставки, то выходит на очень короткий промежуток времени, потому что существуют очень жесткие правила и требования к экспонированию такого рода недолговечного материала, как бумага. И вот мы сознательно используем и активно представляем в нашем виртуальном представительстве такого рода документы, которые обычно являются уделом очень узкого круга специалистов, работающих с ними. Например, фотоколлекции представлены, графические коллекции хорошо представлены. Ну и, наконец, тоже нам кажется очень интересная опция дополнительная. Петербургу повезло. В пространстве нашего города представлено культовое сооружение практически всех крупнейших религиозных традиций мира. Действительно, не каждый город в России, не каждый город в мире может этим хвастаться. Нам повезло. И мы договорились с религиозными организациями, и мы получили право на то, чтобы произвести очень высококачественную съемку интерьеров с соборной мечети Санкт-Петербурга, петербургского дацана, то есть буддийского храма, петербургской хоральной синагоги, армянской апотестольской церкви здания, интерьер тоже также оцифрован нами, одного из красивейших православных храмов Никольского морского собора, католический костел, лютеранская кирха. То есть мы можем побывать, будучи в любом уголке нашей страны, в таких знаковых архитектурных и культовых сооружениях Петербурга. И на самом деле это то, что интересно не только людям, живущим за пределами Петербурга, это то, что очень востребовано и у самих петербуржцев. Потому что, живя в Петербурге, далеко не каждый бывал в дацане, в синагоге, в мечети, либо, например, если это мусульмане, то в Никольском морском соборе. Мы неоднократно слышали от наших посетителей, что есть некий внутренний такой барьер, преграды. Люди не знают, как себя вести. Они иногда боятся нарушить какие-то правила установленные, оскорбить чьи-то религиозные чувства, не решаются войти в культовое сооружение иной традиции. И вот такой формат работы, как виртуальное представление этих пространств, знакомство с ними, знакомство с принципами организации этих пространств, с принципами поведения человека в этом пространстве, позволяет снимать некоторые культурные барьеры, которые существуют, и, в общем, лучше познавать того, кто живет рядом с нами, наших соседей. Хорошо. Есть ли такая вероятность, что вот в Чувашии тоже очень много храмов, в церкви, и они тоже очень древние есть, которые построены в современном веке, есть ли такая вероятность, что они тоже попадут, и человек, например, в той же самой Бурятии сможет посетить наш храм? Это, скажем так, некое направление работы, потому что все-таки пока наш продукт был заточен на то, чтобы представлять коллекции нашего музея и то, что есть в Петербурге, в регионах, но ваше предложение, что называется, может обсуждаться, и тогда это действительно становится уже такой межрегиональной, наше представительство может стать, да, такой межрегиональной площадкой, на которой встречаются коллекции разных музеев и на которой можно познакомиться с религиозной жизнью разных регионов, включившихся в проект. Спасибо большое, Екатерина Александровна. Очень, думаю, будет интересно всем прийти и посмотреть, увидеть своими глазами, пусть и виртуально, но все-таки прикоснуться к истории религии. Думаю, что можно пригласить жителей. Безусловно, я приглашаю всех в музей вышивки, именно там будет работать это наше виртуальное представительство. Я очень надеюсь, что оно приживется на Чувашской земле и полюбится жителям вашей республики и Чебоксар. Спасибо большое, удачи. И приезжайте к нам еще, знакомиться с нашей тоже культурой, народом, традициями. Спасибо за приглашение, с удовольствием. Я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин